Стройку на Луначарского заморозили почти сразу, как только вырыли котлован. В 2012 году на помощь дольщикам пришел другой застройщик. Сейчас дом уже готов принимать жильцов. Сто процентная готовность дома. Извещена инспекция строительного надзора о проведении итоговой проверки. Ждем итоговую проверку и ввод в эксплуатацию. На уже традиционном совещании по решению проблем обманутых дольщиков в мэрии Самара обсудили готовность объектов долевого строительства, сдача которых запланирована в начале 2016 года. Практически завершены несколько бывших долгостроев. В реестре числится 26 проблемных объектов. Это в 4 раза меньше, чем в 2012 году. Дома удается достроить путем предоставления застройщикам так называемых компенсационных площадок. Сегодня дополнительно определено 5 участков, которые будут переданы тем бизнесменам, что взяли на себя обязательство обеспечить квартирами обманутых дольщиков. В перспективе планируется выделение еще 7 площадок. У нас задача решить в кратчайшие сроки проблему обманутых дольщиков. Конечно, не дело, когда люди годами не могут реализовать свое право. И здесь мы должны быть очень скрупулезны в плане тех возможностей, которые мы представляем новым застройщикам. Очень скрупулезны. Конечно, в первую очередь должны быть защищены интересы людей. 14 домов хоть не введены в эксплуатацию, но уже заселены. Департамент городостроительства проводит по ним отдельную работу. В план включили все 14 объектов. Состояние по этим объектам, оставшимся, также достаточно разное. Есть проблематика, связанная с земельными участками, есть проблематика, связанная с состоянием самих объектов. Мы оценим перспективу положительно, ну, примерно по 7-8 объектам по текущему году. И по трем объектам планируем, что ввод состоится в первом квартале текущего года. С 2012 года совместными усилиями городских и областных властей удалось значительно уменьшить число проблемных объектов. Если 4 года назад обманутых дольщиков было 11,5 тысяч человек, то сейчас в этом списке их чуть более 2 тысяч. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События.